Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! Вначале коротко о темах выпуска. Назначен день выборов в Совет депутатов Ленинского городского округа. Каждый округ это отдельный выбор, и соответственно мы будем с вами, территориальная комиссия, возглавлять все эти выборы. Жителям муниципалитета старшего поколения предложили принять участие в экскурсиях по родному городу и краю. Не хочется доживать, хочется жить, это только ведь в паспорте годы. Видновские баскетболистки сразились с Курским Динамо. До победы не хватило всего двух очков. После объединения поселений Ленинского района в городской округ возникла необходимость избрать новый окружной совет депутатов. И вот выборы назначены. Об этом стало известно на заседании территориальной избирательной комиссии, на котором побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. На девятом заседании территориальной избирательной комиссии было необходимо рассмотреть несколько важных вопросов. Основным пунктом повестки дня было назначение даты предстоящих выборов Совета депутатов городского округа. В соответствии со статьей 10-й федерального закона об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, закон о муниципальных выборах Российской Федерации, предлагается территориальной избирательной комиссии назначить выборы депутатов, сайта депутатов Ленинского городского округа на 22 декабря. Члены комиссии проголосовали единогласно. Затем был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Также для дня голосования нужно получить печать территориальной избирательной комиссии Ленинского района, которая на время межвыборного периода хранится в МОСОБЛ-Избиркоме. Поручить председателю избирательной комиссии Маркиной Вере Сергеевне получить печать территориальной избирательной комиссии Московской области для подготовки и проведения выборов депутатов, сайта депутатов Ленинского городского округа. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Принято единогласно. Спасибо. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Валентина Назаркина доложила о взаимодействии с окружными избирательными комиссиями. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий территориальной комиссии Ленинского района использовать печать, соответственно, штампы и печати территориальной комиссии Ленинского района. Вы знаете, да, что каждый округ – это отдельные выборы. И, соответственно, мы будем с вами, территориальной комиссией, возглавлять все эти выборы. Было утверждено количество подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, и необходимых для его регистрации. Цифра зависит от количества зарегистрированных избирателей в каждом округе. Во время выборов муниципалитет будет разбит на 30 одномандатных избирательных округов. В каждом из которых изберут своего депутата. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В рамках программы «Активное долголетие» жителям старшего поколения предлагается поучаствовать в экскурсионных маршрутах по родному городу. И не только. Первая поездка уже состоялась. В ней приняли участие порядка 40 человек. А глава муниципалитета Валерий Венцель сказал экскурсантам слова напутствия и передал подарки. То, что наши пенсионеры дают фору молодежи, давно известно. На приглашение поучаствовать в экскурсии откликнулось 40 человек. Все активные посетители Центра социального обслуживания «Вера». К районному историко-культурному центру они пришли с хорошим настроением и желанием узнать о своем городе много интересного. Как наш город зародился, интересно. Мы же живем в нем. Татьяна Ильинична-Кармакова старается участвовать во всех мероприятиях, радуясь, что местные власти помнят о старшем поколении. Это очень правильно и вовремя. Потому что в свое время не хочется сидеть, не хочется доживать. Хочется жить. Это только в паспорте годы. Проводить участников экскурсии пришел глава муниципалитета Валерий Венцель. Он обсудил предстоящий маршрут с экскурсоводом Татьяной Зыряновой, а также предложил в дальнейшем другие интересные направления. У нас там семь маршрутов уже утверждено. И мы сейчас будем думать уже, чтобы где-то соседние муниципалитеты. Главное, сказал Валерий Николаевич, понимать, нравится ли предлагаемые маршруты нашим пенсионерам, узнавать их мнение, впечатление. Поэтому, провожая экскурсантов, он высказал слова на путьстве. Мы понимаем, что не только Центром Вера, не только нашими учреждениями нужно наполнять жизнь старшего поколения. Понимаем также, что востребовано достаточно продолжительное время и экскурсии. Я хочу вам пожелать хорошей, увлекательной экскурсии. Первая экскурсия была посвящена родному городу. Несмотря на то, что все живут здесь большую часть жизни, каждый много узнал нового о видном. Например, об истории здания ИКЦ. В этом здании в 2005 году открылся историко-культурный центр. А ранее здесь была столовая. Столовая. В 50-х годах для работников и служащих Московского коксо-газового завода. Главной остановкой маршрута стал музей ретроавтомобилей, расположенный в Видновском ПТП. Участники экскурсии, рассматривая технику советских времен, словно попали в свою юность. Равнодушным не остался никто. Ретроавтомобили, боже мой, боже мой. Мой первый автомобиль, который я водила, «Москвич-2141», «Люкс» тогда он назывался. Вообще мы так впечатлены, мы все здесь взрослые люди, как будто попали в свое прошлое. А историко-культурный центр готовит уже следующую экскурсию для участников программы «Активное долговетие». Куда наши пенсионеры отправятся дальше, всем сообщат в Центре Вера. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Музыкант с многолетним опытом, художественный руководитель и дирижер Муниципального оркестра русских народных инструментов. Сегодня Владимир Глейхман – гордость Ленинского городского округа и его культурная визитная карточка. В этом году Владимира Давидовича наградили знаком отличия – почетный гражданин Ленинского района. С человеком оркестра встретилась Юлия Погосян. Первое знакомство Владимира Глейхмана с музыкой произошло, когда он учился в четвертом классе. Одноклассники позвали его с собой на занятия в Московский самодеятельный детский оркестр клуба «Прожектор». Рук маленького Володю не зацепил, не понравился преподаватель. Вторую попытку приобщиться к творчеству он попробовал через год и устоял. Играл на балалайке, показывал хорошие результаты, выступал на концертах, участвовал в конкурсах, завоевывал первые места. В 1955 году поступил в музыкальное училище. А судьбоносным моментом в жизни Владимира Давидовича стал шестой международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в столице нашей Родины. Ансамбль у нас был очень хороший. Хорошие музыканты, руководитель Вячеслав Иванович Розанов. И мы на международном конкурсе по народным инструментам получили там золотую медаль. Мы, конечно, очень гордились, что мы стали вот такими титулованными мальчиками. После этого руководил разными самодеятельными оркестрами, а 4 мая 1969 года совершенно случайно попал в оркестр народных инструментов города Видное, чтобы подменить руководителя, и остался. В этом году Владимир Глейхман отмечает 50 лет в оркестре. За это время в нем сменилось не одно поколение музыкантов, которые стали друг для друга семьей. Владимир Давыдович очень комфортный для нас человек, руководитель. Он нам как друг. В оркестре дружественная, добрая, семейная практически атмосфера. Помимо того, что мы здесь получаем музыкальное удовольствие, играем на инструментах, у нас еще здесь как большая семья. Все праздники, дни рождения, радости, горести мы все отмечаем вместе. Я очень люблю вот этот вид деятельности, само деятельности. Тебя никто не заставляет. Ты по своей душевному складу, по твоим талантам, которые в тебе заложены, и вот находят выход в музыке. Не обязательно он должен, участник самодеятельности, куда-то пойти профессионалом стать. Это совершенно не обязательно, потому что талантов у человека бывает много. За годы работы с оркестром Владимиру Давидовичу удалось вывести видновский музыкальный коллектив на международный уровень. Они неоднократно становились лауреатами самых престижных творческих конкурсов и фестивалей. Самоотверженный труд Владимира Глейхмана всегда высоко оценился и в год празднования 90-летия Ленинского района и Московской области. Глава муниципалитета Валерий Венцель наградил маэстро знаком отличия почетный гражданин Ленинского района. Конечно, заслуженно. Конечно, правильно. Более того, безумно горжусь, что у нас есть такие люди, что мы с ними рядом, что есть у кого лично мне брать пример. Это массив, это глыба, это гигант, это атлант, как угодно. Но заслуженных людей просто так не дают. Владимир Глейхман породнился не только с оркестром. Ленинский округ для него стал своим домом. Он искренне его любит. Рад тому, что муниципалитет развивается, растет, становится комфортнее. Звание почетный гражданин для Владимира Давидовича – большая ответственность. Это очень ответственно, потому что как-то себя позиционировать как-то нужно так, чтобы ты действительно почетный. Это с одной стороны. А с другой стороны, как ты был таким, я же к этому абсолютно ничего не делал, вот так специально, кроме того, что честно, ну, как говорят, профессионально, кто-то, говорит, талантливо работал. Сейчас коллектив готовится к серьезному событию. 15 декабря состоится большой концерт в честь 70-летнего юбилея Оркестра русских народных инструментов города Видное. Музыканты обещают представить новую программу и много сюрпризов для своих гостей. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В четвертьфинале Кубка России «Спарта-НК» принимала на домашнем паркете «Динамо» из города Курска. Соперник видновского коллектива – грозная сила в женском баскетболе. Однако матчи на Кубок всегда выделяются на фоне рутинных игр чемпионата, а значит, шанс на победу у любой команды есть. За драматичным поединком наблюдал Арсений Рогозянский. В первом периоде хозяйки традиционно действовали в высоком темпе. Но недаром соперницы из Курска в последние годы регулярно оказываются на высоких местах по итогам сезона. Они владели результативным преимуществом, тогда как видновский коллектив был местами лучше по игре. Во втором периоде класс гостей проявился уже значительнее. Ошибок практически не было, а вот хозяйки не всегда попадали в цель. Важным моментом матча можно назвать спорную ситуацию с трехочковым броском под занавес первой половины матча. Баскетболистка «Динамо» забросила мяч во время сирены. Судьи эпизод быстро разобрали и засчитали гостям три очка. Генеральный директор «Спарты НК» Анна Архипова фон Калманович уверена, о решении арбитров нужно забыть, о команде необходимо прибавить в следующей половине матча. Нужно усилить защиту в передней линии, потому что там набирают очки в основном игроки передней линии. Это Видмер, это Шабанова и Анойкина. Вот, конечно же, мы немного уступаем именно в передней линии, но я думаю за счет защиты. За счет защиты и стопроцентные свои очки нужно реализовывать. Болельщица «Спарты НК» Таня Беспалова тоже дала оптимистичный прогноз на вторую половину встречи. Тренер скажет важные слова и, может быть, в третьей четверть начнется с большого отрезка попаданий. Одними из главных действующих лиц в тот вечер стали фанаты Курского «Динамо», которые не только скандировали кричалки про самый лучший, по их мнению, клуб, но и превратили это в небольшой концерт. В предыдущем матче между «Спарты НК» и «Динамо Курском» произошло редкое для баскетбола событие. Матч закончился после трех овертаймов, а в основное время победитель выявлен не был. В этом матче, возможно, подобная история. Почти так и получилось. Во второй половине встречи «Спартанки» явно прибавили и могли рассчитывать на победу. Однако матч завершился со счетом 77-80 в пользу гостей. Здесь остается вспомнить спорный эпизод во втором периоде. Впрочем, баскетбол и любит за такие драматичные поединки. И на этом у нас все новости в субботу в 19.30. Смотрите итоговый выпуск. Покажем все самое главное за прошедшую неделю. До встречи.